Скажите, пожалуйста, по наставлениям Вет, женщине, которая находится в сознании Кришны, в старости, можно переехать во Вриндаван, чтобы провести свои последние годы и дни в отрешенности в Аскезе быть ближе к своему Богу? Это хорошее решение, если есть постоянный источник поддержания, если вы готовы терпеть местный климат, поэтому я рекомендую сначала пожить там, не переезжать окончательно, пожить там в тестовом режиме на какое-то время, в разное время года желательно и в жару, в жару летом, и зимой, когда холодно, и почувствовать, вы можете все вот эти перепады терпеть и так далее. И только после этого принимать уже окончательное решение о переезде. И должны быть, как еще раз подчеркиваю, обязательно деньги должны быть. То есть, допустим, можно поставить кондиционер, который обладает двойной функцией. Зимой включаете на подогрев, летом включаете на охлаждение. Это уменьшит все эти страдания, потому что я вам скажу, Вриндаван это непростое место. Там очень холодно зимой, то там отсутствует, в Индии вообще отсутствует центральное отопление, каждый обогревается сам, вот как может. Итак, зимой очень холодно, летом сказать жарко, это ничего не сказать. То есть, это мега жарко, это безумно жарко. Вот, поэтому только если есть у вас возможность установить кондиционер с двойной функцией, подогревает зимой, охлаждает лето, это хорошо. Вот, и также еще очень важно знать, что даже по индийским меркам Вриндаван считается не очень благополучным местом в плане различных инфекций. Вот, к которым наши организмы непривычны, в отличие от организмов местных жителей. Там преданные очень часто болеют. Когда я вот последний раз был на Панчакарме в Удупе в ноябре, значит, я уже готовлюсь уезжать. Меня доктор Шелакрон спрашивает, ты сейчас куда едешь после Удупи? Я говорю, во Вриндаван на неделю. Он так нахмурился, говорит, Вриндаван, все, кто приезжает из Вриндавана, все больные, все кашляют, все там какие-то расстройства кишечные и так далее. То есть, даже по меркам Индии, которая в этом плане не самая благополучная страна, Вриндаван имеет невысокую репутацию, прям скажем, нехорошую репутацию имеет. Вот, поэтому нужно быть готовым к этому также. Вот, нужно иметь смиренный ум, поскольку жизнь там совсем другая. Вот, а умбра бывает не выдерживает некоторые местные реалии. Вот, и также нужно забыть о комфорте. Какой-то минимальный комфорт там есть, вот, но в целом там живут все очень эскетично. Вот, майапур в этом плане помягче будет из точки зрения экологии, намного чище. Вот, хотя это все материальные параметры, но они тоже важны, пока мы обусловлены. С духовной точки зрения, Вриндаван это вершина, никто не оспаривает все эти вещи. Но Кришна туда не каждого пускает на долгое проживание, поставив вот такой вот фильтр из препятствий. Вода там очень необычная, соленая, постоянно у тебя соль на языке от этой воды, которой ты моешься. Говорят, что это слезы гопи в разлуке с Кришной, они плачут, Кришна ушел из Вриндавана. Вот, то есть место не самое простое для проживания. Кришна поставил такой фильтр, через который он не каждого пропускает, не все проходят. Поэтому съездите в тестовом режиме и зимой, и летом, посмотрите, как оно все реагирует. Если у вас есть, так сказать, неплохая какая-то финансовая поддержка, тогда эти все вещи можно минимизировать. В противном случае, жизнь во Вриндаване может превратиться в очень серьезное испытание для вас. Вы думаете, будете думать там уже не про Кришну, а про то, как просто выжить здесь. Продолжение следует... Харик Кришна, дорогие преданные. Харик Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайи Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Балберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составить список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Балберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только Багават Гид около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Балберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Балберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе.